Добрый день, привет излюблено! Сейчас нахожусь в таком центре, здесь довольно шумно. Поэтому, когда выйду из центра, сяду на лавочку или в машину, я расскажу о проблеме получения гражданства. Вот уже третий год мы занимаемся этим вопросом, и, наконец, дочка смогла получить подтверждение, децизию. И мы оформляем документы, поэтому, кому интересно, пожалуйста, посмотрите дальше. Ну вот я вернулась из магазина, села опять у своего окна, надеюсь, сегодня свет не будет так мешать, опустила штору, правда, она желтая, но тем не менее. Итак, к вопросу о получении гражданства. Сразу скажу, что наша семья приехала в Польшу с картами поляка. Мы с мужем и трое детей все имели карты поляка, которые получили, еще находясь в Беларуси. Соответственно, приехав, мы тут же подали на карты побыта, и в течение полугода получили их. После этого нам нужно было прожить год в Польше, сдать экзамен польского языка, минимум B1 уровень, ну и можно было подавать внесок на пановую воду для получения польского гражданства. В общем-то, дети этим путем и пошли. Дочка сдала экзамен на B2, в общем-то, она могла бы сдавать и на C, поскольку сдавала уже на втором курсе университета и довольно хорошо знала язык. Но поскольку не готовилась, думала, что вдруг какие-то неожиданности, еще чего доброго там не доберет баллов, поэтому решила, что B2 ее устроит, и сертификат B2 она действительно получила. Это было год назад. Но пришлось нам подождать целый год до этого времени, пока мы собрали все документы, оформили внесок, и в середине мая вот дочь подала этот внесок воеводству. Дело в том, что случился ковид, и, соответственно, прием с осени в ожогутах был прекращен. Мы боялись, что, может быть, неправильно, что-то оформим документы, не донесем, и начнется эта переписка, когда нам будут писать, мы должны будем что-то там высылать, исправлять. Ну и решили, что подождем, пока начнут работать у желтой. Соответственно, дождались мы до апреля месяца. Получили возможность в начале мая сходить на консультацию, и 14 мая, по-моему, она отнесла уже внесок со всеми документами в воеводство. Кроме того, что сертификат сам по себе довольно хлопотное дело, потому что нужно регистрироваться заранее, нужно оплачивать его, потом долго ждать получения, еще нужно и платить порядка 200 злотых за рассмотрение документов. Ну, все это дочка сделала, и через два месяца, в июле этого года, она получила по почте вот такую папочку, внутри которой содержится внутри децизия воевода Любельский, узная за обувателя польского мою дочку. Вот с этим документом дочь пошла в Ожунт-Място, это администрация города, и написала заявление на получение довода особистэку. Довод особистэ, это карточка, это внутренний паспорт, который принимается и на территории Польши, и на территории Европейского Союза, а если нужно выехать за пределы ЕС, то используется паспорт заграничный. Вот этот паспорт мы не оформляли, потому что пока не было необходимости. А паспорт внутренний, то есть довод особистэ, он делается бесплатно, в течение месяца. Те же путем получения гражданства пошел и сын, который закончил лицей. Вот в июле ему исполнилось 18, и он смог сам подать внесок на пановую воду. Документы все были такие же, как у дочки практически, только вместо сертификата, у него не было сертификата, подтверждающего польский язык, служили этому свидетства, свидетства окончания лицея и свидетства натуральные. Вот, собственно, и все, что хотелось сегодня рассказать. Поскольку дочка уже получила гражданство, сын, если будет такая же ситуация, как и с дочкой, получит где-то в течение ближайших пару недель, мы с мужем и с младшим сыном не сдавали экзамены польские, а решили подать на пана президента. Это путь более длинный. Документы оформляются и подаются тоже. Можно подавать через воеводство. Оно высылает в Варшаву и потом в течение года, может быть, полутора, рассматривают эти документы. Ну вот, все, что касается нашего опыта получения польского гражданства. Если у нас сроки с дочкой полностью соблюдались два месяца, некоторые, может быть, будут удивляться, но мне кажется, что это зависит от воеводства. Где-то, может быть, больше, количество заявлений, поэтому, может быть, до полугода рассмотрения, где-то меньше. В нашем случае это два месяца получилось влюбление. А что касается президента, то тут говорят, бывает полгода, бывает год-полтора, но мы, в общем-то, не торопимся, будем ждать. Надеемся, что дождемся, все будет хорошо. Удачи всем и до свидания.